всем привет прежде чем приступить к нашему очередному уроку я бы хотел вас поздравить сегодняшним праздником сегодня у нас день рождения ubuntu именно 20 октября 2004 года появился первый релиз ubuntu это был релиз ubuntu 4.10 вот и вот сегодня спустя 16 лет у нас уже ubuntu 20 10 тем не менее сегодня такой светлый праздник день рождения нашего любимого дистрибутива поэтому я вас я с этим поздравляю и сегодняшний урок наш будет посвящен украшению и настройки рабочего стола gnome shell что мы сегодня будем с вами делать я тут себе подготовил небольшую шпаргалочку мы будем сегодня украшать наш гном и сегодня мы сделаем следующее вот у нас есть такой замечательный док слева и верхняя панель если вы внимательны были и помните в версии 1804 при разворачивании окна у нас динамически менялась прозрачность вот этой верхней панели и вот этого нашего левого левого дока то есть когда мы разворачивали окно панель становилась темной такой практически черной а при сворачивании она становилась практически такой прозрачный и на самом деле это выглядело очень здорово. В версии 20.04 этот эффект убрали, и мы с вами разберемся, как его вернуть. Дальше. Сегодня мы с вами поговорим о том, как нам поработать с вот этой вот нижней иконкой всех приложений, вот это вот Show Applications. Она находится внизу, и выглядит она, ну, не очень, скажем так, презентабельна. Такие девять точек. Мы поговорим о том, как нам ее изменить, и как нам ее переместить. Например, вот наверх. Ну, при желании, конечно. Далее. Мы сегодня разберем очень важный и такой ценный момент, как программа Deconfigitor. Это такая утилита, с помощью которой мы можем очень тонко настраивать наш гном, настраивать различное поведение, внешний вид. Ну, в общем, посмотрите тоже. И посмотрим, что такое темы для нашего гнома, как эти темы мы можем применить, где мы можем их скачать. Вот. Тоже такой достаточно большой ассортимент того, как мы можем изменить наш внешний вид. и в конце дам вам командочку, которая поможет вам в случае каких-то ваших неверных действий, либо если вы там что-то настроили и вам не нравится то, что вы сделали, как вы можете это все дело сбросить на, скажем так, заводские настройки, на настройки по умолчанию. Итак, поехали. Начнем с динамической прозрачности дока и панели. Будем последовательны и начнем с верхней панели. Для того, чтобы нам настроить динамическую прозрачность верхней панели, нам потребуется расширение, которое называется так, расширение. В одном из прошлых уроков я вам рассказывал, как расширение устанавливается в Gnome Shell. Если вы не помните, я вам чуть-чуть напомню, расширение устанавливается с помощью сайта Extension Gnome Gnome.org Здесь мы вводим названия наших расширений, их достаточно много, но в нашем случае нам потребуется расширение вот это динамическая прозрачность панели. Давайте мы его включим. Вот сейчас, если мы свернем окошечко, видим, что наша панель становится полупрозрачной. Если мы сюда снова окошечко пододвинем, она становится черной. Смотрится на самом деле очень интересно и эффектно. А теперь, что мы сделаем с нашей вот этой боковой панелью. Для того, чтобы нам именно боковую панель так настроить, такого расширения у нас нет, поэтому нам поможет в этом программа Deconf Editor. Это программа, которая позволяет нам тонко настраивать настройки нашего Gnome.org. Gnome. мы ее установим. В частности, ее можно установить, конечно, через магазин приложений, но мы с вами пойдем нашим таким бородатым, скажем так, путем и установим ее через терминал. кстати, если вы не знаете, для того, чтобы вам не вводить каждый раз буквочку Y, при установке программы достаточно в нашу команду добавить вот такой вот параметр тире и Y и тогда она у нас не запросит подтверждение на установку софта, а просто запросит пароль и установит нашу программу. Итак, программа установилась, давайте мы ее найдем. вот наша программа DeconFeditor. Если вы когда-либо работали с редактором реестра Windows, то примерно это похоже на реестр Windows, то есть у нас есть определенные такие вот пути, в которых хранятся какие-то скажем так древовидные настройки и мы просто их тут можем как-то менять, настраивать. В частности, давайте посмотрим для того, чтобы нам сделать вот эту нашу панель динамически прозрачной, нам нужно найти вот такой вот путь орг, gnome, shell, extensions, dash to doc и тут вот у значения вот прозрачность выставить значение динамик. Давайте вот так вот сделаем и переступим к настройке. Можно, кстати, пробовать через поиск вводить. Например, вот даже у нас есть dash to doc, мы просто его сюда копируем, вставляем и вот он нам сразу подсказал, что вот по такому пути он нашел dash to doc, наверное, мы хотим его. Мы с этим соглашаемся. И тут у нас есть настройки конкретно касательно нашего этого дока. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. ну смотрите, у нас тут есть время анимации, да, ну вот выставлено в 0.2. Тут еще есть какие-то горячие клавиши у нас забиты, но в частности то, что конкретно нам нужно это вот режим прозрачности. Сейчас по умолчанию он стоит в режиме фиксит, то есть фиксированный. Давайте мы сюда зайдем, уберем значение по умолчанию и нам теперь доступно становится значение, которое мы можем применить. Давайте выберем динамически. Для того, чтобы наше все изменение применилось, нужно нажать кнопочку Apply внизу и если мы сейчас наше окошко уберем, видите, наша панель стала такая прозрачная. вот мы сейчас опять окорчика распахнули на всю, она становится темной, а когда мы сворачиваем становится прозрачной. В том числе становится прозрачной наша верхняя панель, и они так вот вместе работают очень, на мой взгляд, симпатично. конечно, все это можем мы сделать без вот этой программы с помощью вот такой вот команды. Я эти все команды традиционно уже напишу в описании к этому видео. Давайте мы с вами сделаем то же самое только через консоль, чтобы вы увидели, что оно все работает. То есть сейчас оно стоит динамически. Если мы сейчас тут поставим фиксированное вот так, то видите, все, наша панель стала темной и она не меняется. Вернем все на динамический режим и она снова стала динамически менять свою прозрачность. Хорошо, поехали дальше. Вот кстати, очень такой частый вопрос касательно ДОКа. Вот если мы сейчас откроем какое-нибудь приложение, ну давайте к примеру, пускай это будет наш текстовый документ, то если мы сейчас снова нажмем на эту кнопочку, он назад не сворачивается. А хотелось бы, да? Как это настроить? Опять таки это можно сделать вот здесь, то есть для этого нам нужно вернуться в настройку Dash2Doc и найти найти следующий следующую настройку. так, я сейчас ее найду. Вот Click Action, то есть сейчас по умолчанию стоит Focus or Preview. Если мы сюда зайдем и сменим значение по умолчанию на Minimize, то есть минимизировать окно, нажмем Apply, то сейчас видите, мы нажимаем сюда, окошечко появляется, снова сюда нажимаем, окошечко сворачивается. Ну, примерно так оно работало в Unity. Опять-таки, то же самое это можно сделать и с помощью команды, все это делается следующим образом, то есть мы берем вот этот вот наш путь, по которому мы должны перейти, Click Action, например, вот здесь у нас будет стоять вместо Dash2Dock Click Action, нет, вернее, Dash2Dock остается, вместо вот этого вот, например, Transparency Mode мы ставим Click Action и здесь ставим в кавычках Minimize и оно все будет также срабатывать и для и через терминал. Дальше, например, вот у нас есть Док и мы хотим, чтобы степень прозрачности она была у нас ну вот давайте мы сейчас это все дело свернем и посмотрим тут наверное не очень хорошо видно но тем не менее она у нас ну такая умеренно скажем так прозрачная если мы хотим изменить степень нашей прозрачности нашего этого Дока на какое-нибудь другое значение для этого нам подойдет другая команда давайте сразу уже в терминале это все сделаем то есть например если мы выставим 02 для этого нам лучше сделать фиксированный док потому что в динамическом это дело все не работает вот динамически мы отключили поставили фиксированный вот смотрите у нас сейчас панель стала ну такая прозрачная вот где-то на 02 если мы сюда выставим значение 0 то она совсем у нас станет прозрачная видите никакой вообще нету рамочки если мы выставим значение единичку то она абсолютно черная то есть вот так вот в диапазоне от 0 до 1 с помощью вот этих наших 0.1 0.2 0.3 значения мы можем регулировать степень прозрачности нашей боковой панели повторюсь что это все работает только для фиксированного режима прозрачности если мы выставляем динамически то вся наша настройка уже перестает работать и прозрачность регулируется динамически вернем динамический режим вот убедимся что все работает все работает хорошо далее давайте поговорим про то как мы можем поработать с вот этой кнопочкой show applications ну во первых давайте поговорим о том как ее перенести наверх вот она сейчас находится внизу а мы хотим ее перенести наверх для этого можем ввести терминал такую команду то есть вот эта кнопочка show apps мы ее перемещаем наверх давайте ее переменим и вот мы сразу видим что она переместилась наверх если мы хотим кстати вот эту всю панель нашу перенести вниз как это например в apple то мы можем это сделать каким образом мы можем это сделать либо через настройки например вот здесь вот у нас да тут у нас написано позиция на экране нашего дока находится слева а мы хотим сделать ее внизу и вот она стала внизу соответственно если мы применим вот эту команду то наша кнопочка переместится сюда вот влево если мы вернем как было то она перемещается вправо ну давайте вернем наше значение по умолчанию то есть тоже кстати удобно работать когда док находится внизу но мне как-то больше нравится когда он традиционно находится слева поэтому мы вернем значение left и наша панель вернулась по крайней мере вы будете знать как вы можете работать с этой панели то есть вы можете ее перемещать вниз и также вот кнопочку приложения вы тоже можете двигать либо вниз либо вверх что делать если мы хотим ее нам не нравятся вот эти вот точечки мы хотим ее на какую-нибудь другую для того чтобы нам изменить нужно знать следующее здесь подойдет не любая иконка подойдет иконка только вот такого монохромного вида то есть во первых должна быть векторная в формате svg во вторых она должна быть контурная то есть не цветная и там не должно быть никаких разных цветов только один сплошной контур такие иконки у нас лежат если вот посмотреть где она находится давайте перейдем в наш файловый менеджер они находятся в нашей системе по следующему адресу usr share тут у нас есть icons тут тут лежат наши все темы с иконками в данный момент у нас актуальная тема для windows ой простите для ubuntu 2004 это тема яру переходим сюда здесь у нас есть различные папочки для хранения различных иконок но нас интересует именно scalable и тут папочка actions вот здесь у нас лежат все наши как видите такие вот монохромные иконки для нашего вот этого вот дока в том числе вот вверху вот тут files вот здесь вот тоже видите они такие все черно-белые монохромные вот они все находятся здесь и конкретно вот эта иконка она называется у нас вот она view app grid символик давайте сделаю так вот такой вот вид да вот вот это имя вот этой вот иконки на самом деле чтобы нам ее заменить нам нужно сюда положить какой-нибудь другой файл с таким же именем и с таким же расширением другого способа заменить эту иконку я пока не нашел давайте сделаем вот хотя бы на таком уровне но прежде чем это сделать я предлагаю вам сделать резервную копию нашей текущей иконки мало ли вам не понравится то что вы сделали и вы захотите это все вернуть на исходное значение поэтому вот это вот этот файл я предлагаю вам сохранить под каким-нибудь другим именем чтобы если что вы могли его назад восстановить мы будем все делать в терминале единственное что нам нужно запомнить путь к этой иконке и название самого файла я сделал себе уже на этот еще шпаргалку то есть вот полный путь к этому файлику который мы будем менять но перед тем как менять давайте сделаем бэкап бэкап делается следующим образом то есть мы сначала переходим в нашу папочку где держат наши все иконки вот мы сейчас не находимся давайте посмотрим что в ней есть вот все наши иконки вот находится наш файлик который мы сейчас будем копировать сюда же в эту папочку только с другим именем для этого мы что сделаем мы сделаем такую команду через сюда название нашего файлика так давай сейчас копирую чтобы это было быстрее то есть командочка cp это копирование и сделаем нашему файлику новое имя допустим давайте так бэкап вот мы видим что у нас наш исходный файлик а вот наш файлик с бэкапом это один тот же файл мы можем это видеть по размеру этого файла мы будем его если что использовать для того чтобы восстановиться а теперь нам нужно найти иконку которую мы будем сюда вместо него получается перемещать давайте воспользуемся иконкой которую я уже для вас подготовил ссылку на нее я тоже вам скину в описании к этому видео ну чтобы нам долго не искать какие-то варианты для этого мы перейдем в наш браузер вот наша иконка мы скачаем и сохранилась она у нас в папочку downloads давайте откроем в новой вкладке эту папочку и видим что да действительно она у нас сохранилась можем открыть убедиться что это она все хорошо теперь мы должны вот эту иконку скопировать вот сюда с таким именем давайте так и сделаем для этого у нас будет следующая команда sudo cp то есть копируем указываем нашу домашнюю директорию там у нас есть папочка downloads и здесь у нас лежит наш файлик ubuntu logo svg и вторым параметром мы указываем имя файла на место которого мы будем этот файл копировать то есть вот этот вот вот этот вот файлик копируем вставляем скопировалось теперь для того чтобы нам применить наши настройки мы делаем следующее нажимаем alt и f2 появляется окошечко где мы вводим наши команды и нажимаем клавишу r это означает что r то есть выполнение вот этой вот через alt f2 команды r означает перезагрузить нам гном то есть полностью рессортануть всю систему ну вернее не всю операционную систему а именно всю среду нашего гном шелла нажимаем enter видим что происходит рестарт и так это мы можем закрыть и мы видим что внизу наша иконка заменилась на ту которую мы ей скажем так переместили вместо нашей исходной по-моему смотрится уже гораздо интереснее вместо вот этих вот точек уже такая вот наша фирменная скажем так убунтовская иконочка а вот таким образом мы можем менять наши все вот именно эту иконочку менять но в принципе вы можете вместо вот этой иконки использовать любую другую единственное что помните что иконка должна быть контурной и должна быть вот в таком формате svg давайте поговорим про темы вот у нас есть наш гном в принципе он уже выглядит довольно неплохо но что если мы хотим попробовать различные новые темы для нашего окружения для того чтобы нам устанавливать и пробовать разные темы для gnome shell существует расширение которое называется user user sims вот оно мы его устанавливаем что оно нам теперь дает теперь когда у нас вот этот вот модуль включен мы можем в нашей домашней папочке то есть вот в нашей папочке home создать папочку с темами туда эти темы ложить и они будут нам доступны из нашего настройщика давайте это сделаем чтобы было сразу понятно о чем я говорю мы сейчас можем перейти в терминал перейти в нашу домашнюю папочку давайте посмотрим какие у нас тут есть директории вот вот все содержимое нашей домашней папочки нам нужно здесь создать папочку с таким названием точка themes вот сделали такую папку давайте посмотрим что она здесь у нас имеется так да вот она у нас появилась и теперь сюда мы можем складировать темы которые мы найдем на страничке например вот такой я эти все ссылки вам тоже приведу в описании это хранилище тем для гнома темы называется gtk3 темы вот и тут большое количество различных абсолютно тем на любой вкус и цвет можете посмотреть можно посмотреть различные скриншоты прежде чем скачиваюсь ну вот например давайте мы с вами сделаем какую тему применим ну например macos всем нравится оформление макинтоша и посмотрим что у нас тут есть так вот тут какая-то тема есть white so так внешний вид показан ну вроде бы смотрится неплохо давайте попробуем ее применить для этого мы берем и вот эту тему вот здесь вот скачиваем то есть тут есть у нас много различных форматов ну нас интересует в принципе вот white so видите тут есть вариант со светлой темой и с темной но давайте попробуем темную мне нравится как выглядят темные темы поэтому вот ее берем и скачиваем скачиваем эту тему в папочку downloads вот она у нас появилась и теперь нам нужно ее взять переместить нажимаем ctrl h чтобы показать все скрытые элементы потому что наша директория которую мы создали она у нас считается скрытой потому что впереди стоит точка вот вот наша темы папочка и мы сюда ее ложим и распаковываем ее сюда отлично после этого этот файлик можно в принципе удалить он нам здесь не нужен главное чтобы вот прямо вот здесь у нас лежала папочка с нашей скачанной темой теперь мы можем просто перейти так это мы можем еще закрыть мы можем перейти в это мы тоже можем закрыть можем перейти в твикс напоминаю что твикс это очень удобная утилита для настройки нашего гнома в частности здесь можно выбирать темы и переходим вот сюда вот раздел внешнего вида и здесь мы видим что есть темы здесь у нас есть видите shell и здесь мы можем уже видеть ту тему которую мы положили в эту папочку то есть как только мы тему вложим в эту папочку она сразу же становится здесь доступна и давайте мы ее вот тут выберем так судя по тому что вот тут появился значок яблочко тема уже применилась но для того чтобы нам совсем стало хорошо мы должны еще вот здесь вот в applications тоже эту тему применить вот она здесь оп и мы видим что тема применилась выглядит очень даже симпатично для полноты счастья нам можно перенести вот эти кнопочки сюда влево для этого мы выбираем windows здесь выбираем left отлично и мы теперь имеем вот такую вот тему которая выглядит ну скажем так не так как было давайте посмотрим как она выглядит на разных приложениях например мы выбираем терминал вот открылся наш терминал вот он так вот все дело выглядит наша панель динамически меняется давайте чтобы так уже совсем было интересно переместим вот эту нашу панель вниз так потом так хорошо и вот только вот интересно почему она у нас динамически не не меняется давайте посмотрим наши настройки где наша наша шпаргалка так тут тоже видите все становится в другом в другом цвете то есть тема темная уже но если вам не нравится как эта тема работает например в частности вот с этой темой как-то не очень удобно выделение срабатывает то для текстового документа можно эту тему изменить то есть вот тут у нас есть fonts и colors и здесь мы выбираем например такую тему и все она теперь становится уже получше так я хочу чтобы у меня был динамический нижний док вот так не срабатывает наверное она с этой темой динамический док он выглядит вот таким вот образом прозрачным в принципе мы можем сделать знаете как мы можем этот док настроить чтобы он прятался то есть например вот у нас автохайд устроить этому доку видите он прячется вот и он причем прячется так вот интеллектуально то есть когда мы раскрываем окошечко на всю на всю область экрана то оно прячется причем если мы вниз так опускаем мышку то оно появляется и исчезает тоже вот так вот мы изменили немножко наш внешний вид то есть мы сделали так что у нас появилась другая иконка у нашего дока мы ее переместили давайте ее переместим сюда вот в влево мне кажется что именно с этой темой будет так лучше смотреться то есть вот эту икону эту команду мы примерим сейчас вот так отлично вот можно выбрать не такую убунтовскую скажем так обоину сюда например вот какую-нибудь вот такую да или даже знаете как мы можем сделать мы можем зайти на google и набрать допустим usimite обои это обои для для apple которые используются ну тут очень много всяких разных выбираем ту которая нам больше всех предминулась ну давайте например вот эту да можем ее скачать например сюда так вот наша обоина и сделать ее на рабочий стол вот смотрите вроде бы уже так вполне даже смотрится почти под mac в одном из ближайших видео я планирую записать полностью видео о том как я превращаю ubuntu в macOS я думаю что многие из вас помнят о том что я когда-то делал сборки которого назывался Sinclair роз где конкретно они были внешне очень похожи на mac вот в одном из видео ближайших выпусках я вместе с вами полностью пройдусь по всем шагам для того чтобы превратить уже нашу систему в максимально похожую на macOS оболочку в этом видео я этого делать не буду потому что надо к этому подготовиться это займет определенное время но в этом видео я вам примерно показал о том какие мы можем делать изменения с нашим гром shell как мы можем менять наши иконки как мы можем менять прозрачность наших панелей можем менять темы тем на самом деле безумное количество вот если вы зайдете на этот сайт можете посмотреть там этих тем абсолютно разных много вот в частности смотрите даже вот если например эту тему взять она видите как красиво сделана то есть если мы например откроем наутилус то вот эта вот боковая часть она такая подлупрозрачная а уже вот эта рабочая часть она ну такая абсолютно черная и на самом деле смотрится очень очень даже так очень здорово вот на этом сегодняшний урок я закончу я думаю что вам это было интересно мне лично нравится самому как наш внешний вид нашего гнома меняется это далеко не все возможности которые мы в принципе с ним можем сделать как вы видите тут настроек безумное количество их можно менять что делать если вы например изменили все наши настройки но однажды поняли что все-таки классический вариант гном шелла вам нравится больше все это менять вручную назад это долго и слава богу что существует одна небольшая команда которая позволяет вам полностью все настройки вернуть скажем так настройки по умолчанию эта команда у нас выглядит вот таким вот образом decon preset керточка f и такая косая черта давайте ее применим и увидим что наши все настройки за исключением вот этого нашего значка применяются на заводские вот наш терминал вставляем вот так и все и теперь как будто мы ничего не меняли у нас все отключилось все наши настройки стали по умолчанию значок наш не изменился потому что это этот значок у нас не в настройках темы задан а мы его вручную прямо взяли и скопировали на место другого другой картинки поэтому для того чтобы нам вернуть вот этот вот наш значок исходный нам просто нужно зайти в нашу вот эту папочку давайте давайте с вами вместе вернем его на место вот так вот нужно сделать CD change directory вот так вспомнить как же мы называли наш backup то есть sudo cp cp это значит скопировать если вы помните да по-моему мы называли его view так мы добавляли слово backup название нашему файлу то есть мы вот если сейчас возьмем вот так название нашего файла скопируем и нажмем tab то мы увидим что есть две версии такого файла то есть есть backup давайте нажмем b вот вот наш backup и давайте мы его вернем на то имя которое было у него изначально то есть без слова backup вот так это будет команда выглядеть применяем ее и теперь нам нужно снова перегрузить нашу среду гром гнома чтобы применение изменились вернее чтобы изменение применились нажимаем булочку r и вот мы видим что наш значок теперь снова стал традиционным таким какой он был изначально и в принципе восстановление завершено вот такой был сегодня урок я думаю что вы потратили это время с пользой оставайтесь и впредь с нами смотрите наши очередные выпуски будет интересно я планирую записывать разборы различных графических оболочек рассматривать различные интересные темы интересные эффекты в том числе будем пробовать из нашего гнома лепить какие-то подобия интерфейсов macos может быть windows посмотрим почему нет еще раз поздравляю вас всех с нашим праздником сегодня у нас день рождения ubuntu поэтому всем вам прекрасных рабочих систем поменьше багов побольше счастья и до новых встреч до новых встреч